Игромания представляет Теккен трёхмерный файтинг, поэтому нас интересует перемещение в двух плоскостях. Но для начала сосредоточимся на двухмерном перемещении. Самый простой способ попасть из точки А в точку Б — это ходьба. Просто удержанием направлений вперёд F и назад B. Обратите внимание, что отход назад в седьмом Теккене стал куда лучше, чем в прошлых частях игры. Это достаточно быстрое перемещение, а вот вперёд персонажи таким образом ходят крайне медленно. Поэтому рекомендуем так не делать. Для более быстрого перемещения в Теккене существуют рывки вперёд и назад. Их обычно называют дэшами. Исполняются они двойным нажатием нужного направления FF или BB. Дэш назад часто называют бэкдэш. Оба этих приёма отменяются любым действием в любой момент. Есть только одно исключение. В отличие от дэша вперёд, дэш назад нельзя отменить сам в себя. Если после выполнения дэша зажать кнопку того же направления, то персонаж перейдёт на обычную ходьбу. Хорошее дополнение к дэшу назад BB. Для ещё более стремительного перемещения назад используйте технику с отменой дэша назад в нижний блок и исполнение ещё одного дэша. Этот приём мы отдельно разберём в одном из следующих роликов. Главное достоинство дэша назад заключается в том, что он сам по себе блокирует атаки, кроме само собой нижних. Поэтому его полезно использовать, когда вы близко к оппоненту, который может промахнуться короткими ударами и дать вам путь к отступлению или открыться для атаки. Также дэш назад пригодится в ситуации, когда оппонент поливает вас ударами. Вы уже наверняка заметили, что для того, чтобы блокировать удары, не обязательно держать направление назад. Достаточно просто стоять на месте и ничего не нажимать. В таком случае автоматически блокируются верхние и средние удары. Такой блок называется нейтральным. У него есть один недостаток. Он включается немгновенно. То есть, если разрыв между ударами слишком короткий и первый вы пропустили, второй вы тоже пропустите. Если не зажмёте назад. Хороший пример – два джеба. Обычных ударов левой рукой или один подряд. Это также относится к сериям с переходом от нижнего удара к верхнему. Нейтральный блок, к тому же, не защищает от некоторых серий ударов. Например, второй удар серии UF плюс 3-4 Хейхачи попадёт по вам, если вы заблокируете первый и не зажмёте направление назад перед вторым. Этот недостаток нейтрального блока проявляет себя, когда вы делаете дэш назад после попавшего по вам удара. Так как для его исполнения вам придётся ненадолго отпустить кнопку. Последний способ линейного перемещения – это бег. Он запускается тройным нажатием направления вперёд и зажатием последнего – FFF. И прерывается, как только вы добираетесь до оппонента. Некоторые удары вы можете делать только во время бега, что затрудняет их исполнение вблизи оппонента. Конечно, бег можно выполнять и впритык к противнику, но в таком случае действие бега почти сразу отменяется. Поэтому у вас будет совсем небольшой промежуток времени для выполнения нужного удара. Также существуют приёмы, которые можно выполнить только пробежав достаточное расстояние. Например, у всех персонажей есть удар плечом с разбега. Он выполняется автоматически, если вы начнёте разбегаться почти на максимальном расстоянии от оппонента. Этот приём поглощает все удары и броски оппонента и при попадании в блок позволяет сразу же продолжить атаку. Если оппонент играет слишком пассивно и держится на большом расстоянии, используйте этот удар, чтобы достаточно безопасно сократить дистанцию. Если противник легко блокирует этот приём, вместо него можно сделать подкат. Он тоже есть у всех персонажей. Для этого нажмите 4 во время бега с большого расстояния. Как и атаку плечом, подкат можно исполнить только при достаточно долгом разбеге. Однако, в отличие от первого приёма, подкат небезопасен. Если его заблокируют, по вам гарантированно пройдёт серия ударов. Теперь разберём перемещение в стороны. Для него вы будете использовать так называемые сайд-степ и сайд-вок. Сайд-степ – это быстрый шаг в сторону. Он исполняется коротким нажатием направления вверх или вниз. У многих персонажей есть приёмы, которые выполняются в связке с сайд-степом. Сайд-вок – это продолжительное перемещение в сторону. Этот способ перемещения является продолжением сайд-степа. Чтобы сделать сайд-вок, просто зажмите то же направление в любой момент после сайд-степа. Оба этих движения, как и дэши, отменяются любыми другими действиями. Кроме перемещения по арене, они также применяются для ухода от ударов. Обратите внимание, что эти уходящие свойства у сайд-вока в самом начале анимации лучше, чем у сайд-степа. Но при продолжительном перемещении в сторону, вы сможете отойти только от наиболее линейных ударов. Каждое действие в игре может быть направлено не только строго на противника, но и учитывать его повороты в стороны. Если противник сделает сайд-степ, то при перемещении к противнику ваш персонаж тоже немного повернётся к нему, а не побежит мимо. Если вы в это время выполняете нижний блок, то противник может даже зайти вам за спину. Такое наведение на уклоняющегося врага называется трекинг, от английского трекинг-отслеживание. У всех видов перемещения трекинг хороший, а у нижнего блока не очень. При этом у некоторых действий, например ударов, трекинг может работать в одну сторону лучше, чем в другую. Если вы знаете, что ваш противник любит делать удар с плохим трекингом влево, просто делайте сайд-степ в эту сторону, и получите преимущество, когда тот промахнётся. Атаки с хорошим трекингом могут промахиваться по началу анимации сайд-степа, но при этом вы попадёте по оппоненту, который просто стоит в стороне. Пример, три Клаудио. Также некоторые удары попадают по сайд-степу или сайд-воку даже не имея трекинга, просто из-за пространства, которое закрывает удар. Например, Д2 Клаудио попадает по сайд-степу вправо. Удары, у которых трекинга нет совсем, будут проходить мимо оппонента, даже если он просто стоит на месте в стороне. Это тот же Д2 Клаудио. Такие удары называются линейными. Также важно понимать, что сайд-степ и сайд-вок начинаются не сразу, так что в некоторых случаях по вам могут попасть и линейные удары. Ещё в игре есть приёмы, которые называются самонаводящимися. Эти удары наводятся на оппонента всегда и полностью, где бы он ни был и как бы ни двигался. Ещё один пример от Клаудио, F3. Эти атаки при выполнении подчёркиваются белой полосой. И в списке ударов обозначаются синей иконкой. Если вы стоите рядом со стеной, в её сторону уйти от удара будет... трудно, что вполне логично. Однако такое положение дел можно использовать как преимущество, если у вас есть хорошие удары, которые закрывают противнику единственную открытую сторону. Важный момент. Отходя в сторону, вы находитесь в очень уязвимом положении, в котором не можете блокировать атаки противника. Иными словами, пока вы идёте, вы открываете себя всем приёмам, которые могут на вас навестись, или просто задеть тело вашего персонажа. Однако в Tekken 7 удары сбалансированы таким образом, что, как правило, чем длиннее или быстрее атака, тем у неё меньше трекинга. То есть быстрые удары обычно более уязвимы к отходу в сторону, чем медленные. Поэтому, для того, чтобы уменьшить риски при использовании сайдстепа, вы можете использовать так называемый степ-гард. Он выполняется быстрой отменой сайдстепа или сайдвока в блок. Когда поймаете нужный момент для отмены, вы сможете сайдстепами уходить от ударов со слабым трекингом, или без него, при этом не открывая себя для атак с более хорошим трекингом. Это самый безопасный способ перемещения в сторону. Если вы не уверены в намерениях оппонента и при этом хотите отойти в сторону, лучше всего использовать степ-гард. А когда привыкнете его исполнять, попробуйте заменить в нём сайдстеп на сайдвок. Так вы увеличите шансы на отход от ударов. Обратите внимание на то, что у разных персонажей перемещения тоже разные. Например, Лилии и Алисе заметно проще отходить от ударов в сторону, чем Джеку или Кингу. И дэши назад у них тоже куда лучше. Также немалую роль играет размер самих персонажей. Как правило, чем герой больше, тем хуже он двигается. Правда, бывают и исключения. Например, Акума и Элиза из-за высоких прыжков двигаются заметно хуже, чем другие персонажи их габаритов. С базовым перемещением всё. В одном из следующих роликов мы вернёмся к этой теме и расскажем про более сложные, но очень полезные приёмы уклонения. А для начала хватит и этого. Субтитры подогнал «Симон»!